Включись, проснись, а не то ты потеряешь эту жизнь. Будет ещё хуже потом. Итак, третий источник энергии — это источник, который не даёт человеку сломаться и уйти в пропасть. Первый источник энергии — это природа, да? Даёт здоровье, хорошую настроение, работоспособность, способность жить вместе. Второй источник — это добрые люди, надо в них вкладываться, заботиться о них, что-то для них делать. И постепенно ты станешь жизнерадостным, счастливым человеком, который всем нужен, может устроиться куда хочешь, на работу, открыть ногой дверь, может замуж выйти за кого хочешь, можно хорошее положение в обществе, просто потому что есть сила любить людей. Любишь старших — будешь подниматься вверх. Любишь младших — создашь себе хорошую команду помощников. Любишь равных — будешь иметь связи по всему городу. Любишь людей в целом — будешь любимым людьми. Я вам не скажу про всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и переса обожают кости моряка, да? Ну, то есть, если мужчина включенный, то все обожают. Это так вот происходит. Он всем нравится, потому что он всех любит. Так устроена его психика. Теперь двигаемся дальше. Если человек не может избавиться от налоговой инспекции, если человек не может, чувствует опасность жизни, от него уходит жена, его жизнь кто-то разрушает, он не может преодолеть какие-то трудности, не может прощать, у него расколбас идет в отношениях со всеми. Вот если человек чувствует непреодолимые препятствия в жизни где-то, это значит, что ему не хватает ни природы, ни добрых людей. Ему не хватает Бога. И также, если человеку не хватает Бога, он не может даже свою семью сохранить. Потому что, если, допустим, человек живет без Бога, то он начинает вот это чувство, которое Бог дает, путать с человеком. Понимаете, это ужасная, просто ужасная вещь. Ну, то есть, вот что человеку Бог дает? Вот, допустим, есть такое понятие «любовь-вера». Любовь-вера к человеку. Это уникальная такая вещь. Человек мечтает об этой любви, не понимая, что любовь-вера принадлежит только Богу. Человеку она не может принадлежать. Если, допустим, ты, ну, к человеку полюбил, любовь-верой, допустим, человека полюбил, то будь уверен, что этот человек тебя обязательно просит. Потому что человек выдержит такую любовь. Никогда не сможет. Это просто невозможно. Вот. Поэтому очень важно понять, что ты, допустим, искал человека, который тебе нужен, и поверил в человека. Значит, все, ты потеряешь этого человека однозначно. Причина заключается в том, что у человека вот эта любовь-вера должна включиться в отношениях с Богом, и тогда он будет защищен от человеческого эгоизма. Вот если ты всего себя человеку кому-кому-то отдаешь, то ты перестаешь ему быть интересен. Понимаете, человеку нужна загадка, тайна. Женщина должна быть самодостаточной, мужчина самодостаточной, самодостаточность идет от Бога. Если человек верит в Бога, он может устоять. Женщина может устоять перед мужской силой, мужчина может устоять перед женческой силой. Но если человек не самодостаточный, он не может устоять ни перед какой силой. Мужчина теряет себя в отношениях с женщиной, к которой он влюбляется, а женщина теряет себя в отношениях с мужчиной, в которого она влюбляется. Но это еще не все, понимаете, это потеря. она потом длится годами человек, если он поверил в человека и любовь и вера включилась он потом не может вообще никого полюбить даже если он женился там и вышел замуж, то потом дальше идет память эта вспоминается то есть человек уже с кем-то другим живет но он при этом постоянно вспоминает вот эту мелодию своей любви к какому-то человеку, который живет в его сердце, и на самом деле причина почему это происходит, потому что у него не было веры в Бога, он не в то поверил, он поверил в человека и дальше у него нет жизни, потому что вера в человека всегда приводит к депресснику на всю жизнь пока ты не поверишь в Богу, тебе никто не заменит этого человека, тебе придется его вспоминать все время и думать о нем, и это бесконечно вера заставляет предать мелодию любви любовь, вера и когда у человека любовь, вера развивается, то это патовая ситуация очень тяжелая потом года нужны для того, чтобы тебе просто как-то устроить свою жизнь потому что если ты так сильно в кого-то влюбился то ты все рушишь сначала в свою жизнь не получаешь этого человека в конечном счете получить невозможно, потому что человек не выдержит поднимите руку, вот кто вас когда сильно влюбили, что вы просто не выдержали, не смогли быть с этим человеком, вот а кто сильно сам влюбился и его бросили а кто сильно влюбился и остался с этим человеком через тяжелые страдания, да, то есть человек еле-еле вас вытерпел, да, но это значит памятник ему надо поставить ну то есть это на самом деле всегда так бывает у любви всегда есть вектор, понимаете то есть другими словами один человек, причем вектор может особенно в молодом возрасте в молодом возрасте вектор может быть обоюдным потому что люди еще не знают друг друга они как бы просто вот влюбились то есть вектор может быть обоюдным но когда люди начинают жить вместе то всегда один человек начинает любить другого человека наслаждаться им любить означает наслаждаться а другой уважать, то есть он видит, что это хороший человек, я поэтому с ним живу. Интересно знать, что с возрастом вектор любви усиливается. Это означает, вот что, ко мне подходит вчера одна девушка и говорит, Олег Геннадьевич, вот хороший человек, но я не могу с ним жить, он меня сильно любит, а я его не люблю. Понимаете, я пытался ей что-то объяснить, но когда я понял, что все-таки человек не сильно хороший, тогда я закончил тему и сказал ей, что надо просто расставаться. Смотрите, очень важно знать, что чем старше человек, тем вектор любви становится сильнее. Вот, допустим, ко мне обратилась одна родственница, она говорит, Слушай, что за ерунда, я вроде красивая девушка, у меня такая проблема. Или я сильно влюбляюсь в человека, я ему не нужна, или он сильно в меня влюбляется, но он мне не нужен. Что мне делать? Я говорю, тебе нужно, во-первых, молиться Богу, чтобы вот эту вот зависимость от любви исправить в свое сердце, чтобы в тебе не привязывались те люди, в которых ты сильно влюбишься, или в которые в тебя сильно влюбятся, потому что это значит, что ты не так сильно связана с Богом, у тебя как бы зацикленность на людей идет, и поэтому вот идет такое слепое включение друг в друга, понимаете? Вот это первое, нужно сначала помолиться Богу. Второе, когда ты почувствовал уже спокойнее себя в отношениях с противоположным полом, дальше надо вот что. Девушке нужно найти человека, который ее полюбит. Не которого она полюбит, это совершенно патовая ситуация, забудьте, шансов нет вообще. Вы полюбили, первое, все, до свидания, этот человек никогда не будет вашим. Вот он должен вас полюбить, и главное, чтобы человек был хороший. Два кирпича летят сверху, волнуются, и один другому говорит, да главное, чтобы человек был хороший. Вот, понимаете, главное, чтобы человек был хороший, тогда его можно мучить, что хочешь с ним делать, и все будет нормально. Итак, вы должны понять женщины, если вы хотите замуж, вы должны человеку дать возможность себя любить. Вот когда мужчина влюбляется, все равно будет хуже, чем те, которые не влюбились. Вот есть две категории мужчин, одни с вами ведут себя очень так грациозно, ухаживают, такие ловелазы, такие, ну, такие, не привязаны к вам. И женщины втрюхиваются в них по уши. Этот человек тебя никогда замуж не возьмет, он тебя поиспользует и подарит тебе весь мир. Вот. Да, к обеду не ждит твой песик. Вы знаете, Остап Бен, классик. Вот. Дальше. Мужчины настоящие, которые реально могут стать хорошими мужьями, они, когда влюбляются, немножко теряют себя. То есть они слабее выглядят перед теми, которые вот ходят из себя, что-то гнут и просто соблазняют девушек. Что нужно? Нужно просто пообщаться с этим человеком. И если видите, что он хороший, у него есть два преимущества. Первое. Характер энергетические, стойкие, порочных связей не имеет. То есть у него нет вредных привычек, да? Первое. И второе. У него направленность в правильной жизни. Он начал лекции слушать, работать над собой, там, как-то развиваться как личность. Все. Вот этого достаточно. И он вас любит. Все. Три вот этих фактора. К астрологу лучше не ходить. Ну, можете сходить, конечно, если он не совсем придурок. Вот. Ну, да, если он нормальный человек, видишь, что два человека как бы начали общаться, значит, и как бы сейчас найти же человека сложно. Надо как-то их подбодрить. Найти совместимость надо. Нормальный остров должен найти совместимость. Как-то ее найти. Но если он не нормальный остров, а придурок, он обязательно найдет несовместимость. И разрушит вам отношения. Итак, двигаемся дальше. Человек хороший, вас любит. Вы думаете, блин, как можно замуж выходить за человека, которого ты не любишь. Я объясняю. Замуж сразу не надо выходить. Надо просто с ним общаться, общаться, общаться. И почувствовать сначала к нему вот симпатию, уважение такое. Какую-то привязанность. И потом уже выходить замуж. А влюбленность пойдет позже у женщин. У нормальной. Когда вы узнаете лучший человек, он будет вам служить, заботится о вас, и вы тогда почувствуете влюбленность. Так женщина может выйти замуж. Если она говорит, Олег Геннадьевич, я с вами не согласна, я хочу влюбиться. Нет проблем. Если, допустим, вам еще 20, нет проблем. Впереди еще десяток лет есть. Можно потренироваться. А если уже, как бы, 35, тогда проблемы есть. Надо быстрее, как бы, принять правильную позицию, иначе время потеряете. Если вы влюбились в мужчину, он не будет вас любить. Как определить, мой человек или нет? Добивается вас, ухаживает, звонит, требует отношений, значит, ваш. Если как, а, как это дело, ну ладно, счастливо, значит, не ваш. Понимаете, вы скажете, но он же сначала хотел отношений, значит, вы неправильно с ним себя вели, не готовы к отношениям, потеряли человека. Или второй вариант, он просто недоразвит. Вот мужчина может звонить там, потом до замужества женить бы доходит, он такой, ну давай отложим это мероприятие. Или я вот хочу сначала накопить на квартиру, там, или еще чего-нибудь. Давай сначала гражданским браком поживем. Кстати, такого нет понятия. Гражданский брак, это когда люди расписались. Ну, чтобы вы знали. Я изучал это по книжкам. Это люди придумали просто вот сожительство, жест, трудно сказать. Гражданский брак. Вот собачку грохнули, тоже трудно сказать. Усыпили. Усыпили собачку, Мэри Геннадьевич. Это хорошо или плохо? И так далее. Не будем деваться в подробности. Итак, если у человека нет глубоких отношений с Богом, то семья есть, рушится. Почему? Потому что в тот момент, когда вы прожили 5, 6, 7, 8 лет, у вас постепенно накопилась усталость друг на друга, образ жизни неправильный, любовь не включилась, потому что любовь – это невлюбленность. Любовь означает, вы начали уважать друг друга, первая стадия. Вы чувствуете счастье, потому что вы приняли друг друга. Это первая стадия. Вторая стадия называется, ну как бы люди начинают очень глубоко ценить друг друга, они как бы начинают глубже понимать друг друга. И третья стадия – это верность. Ну то есть первая стадия – принятие, второе – уважение в полном смысле слова, и третья – верность. Это три стадии любви. На выходе что получается? Люди чувствуют благодарность Богу, что они вместе, они чистоту, красоту, души друг друга чувствуют, вот как мать от ребенка чувствует, настоящее качество друг друга чувствуют. И женщина никогда не встает и не говорит, Олег Геннадьевич, у меня проблемы с мужем. Ну то есть она чувствует, что все решаемо, потому что он хороший человек. Все, ей незачем жаловаться на мужа Олега Геннадьевича. Это означает, что они прошли свои стадии. Это без Бога невозможно, мои хорошие. Для этого нужно учиться видеть чистоту в людей, потому что мы видим только грязь. Вот если человек тебе что-то плохое сделал, что возникает? Сильная концентрация на его недостатках. Вот люди живут вместе, они поругались раз, поругались два, концентрация недостатков усиливается, концентрация на хорошем уменьшается, что дальше, разочарование. Потому что ты же не можешь постоянно, человек должен видеть чистоту для того, чтобы питаться от нее. Если ты видишь грязь, ну то есть ты пострадал от человека, то тогда питаться не отчего, любовь гаснет постепенно, наступает время, ее вообще нет. А чтобы она была, нужно, понимаете, за нее сражаться, вот как люди зубы чистят для того, чтобы изо рта не воняло. Также вот эти связи, вот эти ниточки незримые, их надо чистить, то есть надо усилия прилагать, чтобы человеком рядом жить, надо его прощать, надо заботиться о нем, вкладывать в него силы, преодолевать трудности. И тогда постепенно, постепенно человек приходит к первой стадии любви, называется принятие. То есть вот человек всей при бабахе, ты принял. Один мой знакомый приходит к наставнику, говорит, «Знаете, я уже как бы вот, я вот все как бы уже, как бы привык ко всему, что жена вытворяет. Я уже от нее ничего не хочу вообще, как бы я уже совсем согласен. Может мне в монастырь уйти? Никогда я не вижу смысла дальше жить с ней. Ну, все как бы, ну, все как бы, я уже совсем согласен, все принял, мне ничего не хочется, все». Он говорит, «Так надо с женой оставаться, потому что ты скоро счастлив будешь в личной жизни». Вот говорит, «Ну ладно, попробую». И он, правда, потом все лучше и лучше отношений, потому что первая стадия пройдена. Он вкладывался, 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 и что произошло? Он уже идет домой и не страдает там, а он привык к человеку, принял его. Ему нормально, он нормально спать может дома, все классно, потому что он принял человека со всеми прибабаками. У него хватило сил. Все. Следующая, вторая стадия. Означает, на второй стадии нужно начать вкладываться в выполнение своих обязанностей. Допустим, мужчина по-доброму, ласково, нежно с женщиной. Женщина, «Да, мы хороши, да, мы хороши, да, совсем согласна». Вот. Человек включается в отношения. Проходит какое-то время, начинается, обратно идет благодарность в сердце человека. У меня жена мне говорит, «Я так рада, что ты у меня есть». Вот правда, сердце у нее. Я отвечаю, «Я так рад, рад, что я у тебя ем». То есть, взаимное, так сказать, любовь, да. Вот. Ну, то есть, очень важно вот это понять, что надо прилагать усилия, усилия, а чтобы прилагать усилия, нужны силы. А вот, допустим, когда природа дает силы, дает хорошее настроение, это пассивная такая энергия, которую можно использовать в жизни, но она тебе ничего не даст преодолеть. Когда люди дают тебе силы, это тоже энергия, которая дает справиться вообще, возможности, любой ситуации, но при этом ты не можешь преодолеть. Для того, чтобы что-то преодолеть, то есть, ты не можешь простить человека, вот вы говорите, «я не могу ему простить», вот засада где находится. А чтобы ему простить, надо научиться молитве, потому что, когда человек думает о святости, о чистоте человеческой, у него в сердце расы приходит прощение. Вот в чем дело оказывается, а не в том, что вот не могу прощить, не могу жить. Это неправильное мышление просто. Я тоже кому-то не могу простить, но я просто молюсь и прощаю. То есть, это правильное мышление, правильный образ жизни. То есть, Образ жизни означает, включает три аспекта включения, переключения человека. Переключаемся на природу, переключаемся на добрых людей и переключаемся на Бога. Зачем нужны добрые друзья? Запомните, я вам только о Боге сейчас говорю, потому что природа — это Бог, это Его энергия. И она дает человеку здоровье. Ни ультрафиолет, понимаете, ни там еще что-то, прогревание какие-нибудь, солнце — самая лучшая энергия, которая дает здоровье. Ни там, ни массаж, ни еще что-то, воздух свежий, понимаете, земля. Когда люди это понимают, они реально здоровые, они счастливые, потому что они понимают, что им надо по-настоящему. Самые разумные люди едут, когда у них есть деньги, они едут не в небоскребах жить, они едут на землю, они едут и живут на земле, понимаете. Потому что это самое ценное, есть чистую пищу, жить на земле — это самое ценное, что есть. Я вот недавно был на ферме у своих друзей, и там они просто вообще... Пойдете ложиться, нет? Он поет, я лягу-плягу, хай накроет туман. То есть человек спит, туман накрывает, он по барабану. Потому что он любит природу, понимаете, он будет здоров и долго жить, потому что он почувствовал эту силу природы. Почему человек простывает на улице? Вот я сегодня был ветер сильный, я бежал на ветру два часа. Потом пришел мокрый весь, пошел домой, потом оказалось, у нас нет этих ключей, чтобы открыть дверь. Еще 15 минут возле дверей постояли. Я не простыл, нормально себя чувствую. Почему? Я люблю природу. Если не любишь, сразу простыл. Если любишь, она в тебя входит, тебе дает силы, здоровье. Но чтобы ее любить, нужно к этому идти. Это не за пять секунд происходит. Теперь это потому что там энергия Бога, понимаете, природа так лечит человека, так же лечит и дружба. Вот допустим, вы в стрессе, к кому пойдете? Психологу там, еще кому-то. Кому надо идти? Доброму человеку надо идти, потому что вам не хватает Бога, вы в стрессе находитесь. Вам Бога не хватает. Добрый человек вам просто скажет, допустим, он не сильно понимает ситуацию, вам что-то скажет у вас на сердце. Облегчение. Почему? Потому что Господь действует через кого? Через друзей. Он не действует через психологов, астрологов, там еще каких-нибудь людей. Через друзей действует Господь. Если вы этого не понимаете, вы не сполючите облегчение в жизни, потому что облегчение идет только когда человек стремился, он служил людям, заботился о них. И на выходе получает верного друга себе. Верный друг означает, Бог принял его служение. Он дает ему теперь защиту в виде верного друга. Верный друг это не тот, который говорит, да, уходи от мужа. Верный друг это, который говорит, оставайся. Понимаете, да? Верный друг, он говорит правду горькую, но с любовью. Он не говорит то, что разрушит жизнь человека. Верными могут только люди, которые стремятся к Богу. Они от Бога эти люди и к Богу идут. Поэтому Бог дает таких людей. И он неверный друг, это не тот, кто тебя все время оправдывает, когда ты ругаешься с мужем. Подруга имеется в виду. У женщины не должно быть мужчины друга. У мужчины женщины не должно быть друга. То есть, друзья означают, у мужчины мужчины, у женщины женщины. Как это действует, сила Бога, как действует через человека? Надо сначала заслужить это, но она действует. Просто все растаивает, сердце плохое. Просто от одной беседы с верным другом. Все растает, легко становится. Почему? Потому что Господь действует через этого человека. Он облегчает страдания. Опять у нас проблемы, что ли, со звуком. Ой, замочили меня эти проблемы. Несовместимость, какое-то оборудование идет с моим компьютером. Но начинается все с правильного настроя в семье. Понимаете? Люди в основном замыкаются на себе, и энергетика тает постепенно. Поэтому в древней культуре советовалось, что нужно учиться правильно дружить. То есть нужно приглашать дружей. Не то, чтобы нажраться и потом рыгать под столом, в лучшем случае, а в худшем морду друг другу бить. Нужно правильно организовать отдых. То есть нужно общаться на какие-то правильные темы. Нужно, чтобы пища была освещенной, чистой. Пить не вино, а соки различные. Если, допустим, дома у вас такой возможности нет, ну сходите вот в кафе вот эта Говинда, которая там все вегетарианское и без вина, и там кушайте, общайтесь. Я не знаю, что вам посоветовать. Но одно могу сказать точно, что если вы найдете таких друзей, которым нравится просто приходить и общаться, о том, как работать над собой, как правильно жить, то тогда в этом случае ваша семья начнет расцветать. Вот, допустим, вы пригласили добрых друзей, но вы, допустим, поругались, да? Пообщались просто. Дальше уходят все. Что происходит с вами? Будете улыбаться друг другу. Почему? Потому что вы наполнились счастьем от людей. То есть вы им подарили вечер, то есть кормили их, поили, заботились о них. Они вам дарили общение в это время и свою любовь. Вы наполнились этой любовью. Это называется правильный образ жизни. Нужно размыкать замки семьи. То есть нужно отдавать свою семью людям. Есть благословляющая сила, есть сила дружбы. Допустим, вот нашли какую-нибудь бабушку, которая, ну вот благословляющая сила, допустим, люди же этого не понимают. Вот, допустим, то же самое кафе. Вот это Татьяна, которая там организовала это кафе, она 22 года назад организовала мне первый раз лекцию в Омске. До сих пор все время организует. Вот она тогда работала на телевидении, сделала со мной передачу, и зал был переполнен. Пришлось два раза лекцию делать в одном и том же зале. Не поместились люди. Две лекции вместо одной мы делали тогда. И они вот что делают сейчас? Они делают три раза в году, вот такие дни, вот сегодня они накормят тысячу человек бесплатно. Представьте, это не просто там булочку с напиточком. Кто из вас был сегодня там? Нормально поели? Да. Отлично. То есть там я посмотрел порции хорошие, то есть можно наесться хорошо, и это абсолютно бесплатно. Зачем они это делают? Вот как вы думаете, зачем они это делают? Скажите, это рекламный ход. Ну, тысячу, ну накормили 20-30 человек, тысячу человек. Рекламный ход. Это особый вид отношений к жизни, понимаете? Когда человек совершает такую жертву, то есть просто они кормят, кормят, кормят людей. Наступает такой момент, что это место становится очень притягательным. Люди начинают о нем хорошо говорить, думать, туда идти. Понимаете? То есть они наполняются благословениями людей. Вот, допустим, у них есть кафе там внизу, оно разорилось. Но оно нормально, как бы, были нормальные цены, бесплатно никого не кормили и разорились. А они нормально, у них все больше развития идет, все больше людей приходит, потому что они любят людей. Понимаете? То есть и эта любовь, она не показная, то есть они вкладываются в людей. То есть три раза в году, представьте, такие вот вещи они делают. Вот это означает вкладываться. И они это делают искренне, как служение Богу. Понимаете? И не то, что там похуже что-нибудь дать, вчерашнюю пищу сбагрить. Нет, все самое лучшее, самое свежее. И так далее. Я почему вам этот пример привожу, чтобы вы поняли, как жить. Вы можете то же самое делать в своем доме, в своей семье. Пригрузить просто друзей и кормить их. Какой результат будет? Вы будете счастливы. У вас вот этот семейный эгоизм, который вонять потом начинает. Он уходит и наступает чистота. Вот если вы хотите, чтобы ваши дети выросли нормальными, делайте это. Понимаете? То есть посмотрите, что произойдет. Допустим, вы кормите своего ребенка. Говорит, Васенька, пойдем покушаем, а ты пейте, иди подожди. Я вашу всю кормить буду. Вася наелся, и он потом запомнил это все. Понимаете? И потом мама, она член его семьи или нет? Членом его семьи становится жена, попытается это понять. А мама становится как Петя. И он говорит, мамочка, ты как бы подожди, у нас тут как бы праздник, мы покушаем, а потом приходи. И он думает, зачем я его вообще растила? Что получилось в результате? А как ты растила, то и получилось. Вот если ты его растила таким, что он заботится обо всех, тогда он о тебе тоже позаботится. А если ты экономила на всех для него, ну он будет для себя экономить дальше, не для тебя. Он назад тебе твое не отдаст, потому что для того, чтобы он отдал, ты должна была по-другому о нем заботиться. Надо было открыть его сердце на бескорыстие, а не на то, чтобы в нем поселилась жадность. Как впроявляет семейный эгоизм? Приходишь домой, настроение портится. Дети капризные, эгоистичные растут. Муж сидит, смотрит телевизор. На тебя по барабану. Ты начинаешь обижаться, замыкаешься в себе. Вот. Люди отгораживаются от друзей, от родителей, от знакомых. Все сидят по своим конурам, встречаются вместе, только поругаться. Это означает осквернённую атмосферу. То есть то же самое может быть в любом учреждении. Допустим, ты заходишь в какой-то магазин, и ты чувствуешь, что тебе хочется что-то купить. Почему? А там продавщицы улыбаются тебе. Я говорю, что ты хочешь купить? Что вы хотите мне что-то дать? Да нет, что ты хочешь купить? Вот это. Ну, покупай вот это, тебе больше понравится. Это не покупай. А, хорошо, ладно. А вот этого у нас нет, иди в соседний магазин покупай. Там лучше. Хорошая продавщица. Пошёл, купил в соседний магазин, потом к ней возвращается. Почему? Хороший человек. Хочется с этим. А что ещё посоветуете? А вот это вот. Всё, понимаете, хочется жить. Есть жизнь, означает бескорыстие. Есть жизнь, означает бескорыстие, означает, человек всегда будет процветать. Придите на цветы взглянуть, Всего одна минутка Приносит розу вам на грудь Цветочница Анютка. Такая безнесня. Вот. Это настроение, оно даёт удачу человеку. Понимаете? То есть это то, что надо делать в вашей семье. Теперь вы скажете, у меня муж свалил, детей бросил, меня бросил, мы ему теперь не нужны. Так ты неправильно жила. Ты должна была культивировать не вот это, вот живём для себя, копим на квартиру, там обучаем детей, денежек у нас нет ни для кого. Это и привело его к этому. То есть чем больше эгоизма, тем больше в сердце эгоизма. Чем больше мы для себя живём, тем больше, значит, у него бессовестности развивается. Нужно алтарь ставить. Даже пищу для себя нельзя готовить, дорогие мои друзья. Чтоб вы знали. Нельзя ни для себя, ни для мужа, ни для детей пищу готовить. Пищу надо готовить только для Бога. И тогда муж очистится, дети очистятся, и вы очиститесь. Потому что человек страдает только от эгоизма. А эгоизм это и есть та сила, которая разрушает жизнь. Почему люди ругаются? Вот если глубоко разобраться в этом вопросе, каждый подстаивает свои права. А это и есть эгоизм. Вы хотите, чтобы женские права восторжествовали, муж хочет, чтобы мужские. Вот и всё. А если эгоизма мало в доме, то тогда ругаться незачем, всё нормально. Я заговариваюсь иногда, поэтому меня просят вовремя, чтобы всё закончилось. Итак, если ваш бросил муж или жена бросила, то есть только одна причина. В вашей жизни не было Бога, означает не было совести. Знаете, если... Вот нравится ли мужчинам другие женщины? Всегда нравится. Вот, допустим, создалась семья, жена стареет, а же девушки молодеют вокруг. Смотри, что с мужчиной происходит? Мужчина взрослеет, становится ответственным, серьёзным. Самое то! То есть прожил с женой 15 лет, стал серьёзным, она его воспитала. Самое то! А девушке вокруг им по барабану, но 15 лет младше она, но зато человек хороший. Им всё равно. Главное, чтобы человек был хороший. Можно 15 лет быть младше, там нет проблем. Что же делать-то? Как же жить? Для этого надо понять, что только совесть вас спасёт. Ни дети, ни ваши квартиры, ни семья, там родственники, у нас же всё как бы есть. Понимаете, когда человек втрухивается, ему всё по барабану. Дети, квартира, и всё, ему всё по барабану. Ему ничего не надо. А потом вы врагом станете, он ещё вас отсуживать будет дальше эту квартиру. Останетесь ещё и без квартиры. Только совесть спасает человека. Если у него есть совесть, он не бросит. Почему? Потому что он чувствует, но это же родные люди. Совесть — это Бог. Он постоянно напоминает. Он говорит, «Эй, брат, ты куда пошёл? Ты куда смотришь? Ты разрушаешь свою жизнь». Так Господь действует в сердце, он контролирует ситуацию. И для того, чтобы Господь контролировал ситуацию, вы должны Богу свою жизнь отдавать. Надо алтарь дома поставить, надо ему молиться, надо пищу освящать, надо готовить с молитвой, надо раздавать пищу нищим, птичек кормить, бабушку кормить. Это называется благословение. Есть сила доброты, а есть сила благословения. Найдите в своём доме человека, который нуждается в помощи. Может быть, он тяжело больной, может быть, нищий. И просто приносите ему пирожки, когда есть возможности и силы. Он будет вас благословлять из сердца. И это будет благословение Бога. Это означает, что в тот момент, когда муж должен бросить, а у каждого человека бывают тяжёлые периоды в личной жизни, в этот момент удача придёт в вашу жизнь. Создастся ситуация, в которой совесть его включится, и он не бросит. Например, он девушку влюбится, а у ней будет парень, он ему морду набьёт. Ну, какие-то разные бывают схемы, как бы, у Бога. Я не знаю. Итак, мы с вами сегодня посвящаем день изучению каких-то основных глубоких механизмов, которые разрушают отношения и которые создают отношения. Понимаете, если вы этим механизмам не будете следовать, я вам не могу гарантировать, что вы будете сохранить свою семью, будете счастливыми в отношениях и так далее. Приходит время, и наступает тяжёлый период личной жизни. Человек не ожидал. Он говорит, у нас, Шаля Геннадьевич, у нас всё нормально было. Чего такое произошло? Почему так плохо? Потому что приходит время, и человеку надо отрабатывать свои поступки, которые он в прошлом совершал. В личной жизни мы тоже совершали ошибки, и поэтому приходит время, и наступает тяжело, когда рушится семья, когда люди не понимают, не слышат друг друга, когда ты перестаёшь любить человека, или он тебя перестаёт любить. Понимаете, это неизбежно у всех. Вы не избежите этого всего. Это неизбежно. И поэтому нужно, каждый человек должен знать способы, как это всё исправить. Как сделать так, чтобы когда тяжёлый период наступил, чтобы мы остались вместе. Первое правило, надо понимать, что это тяжёлый период, потому что люди думают, что это уже навсегда. Они думают, плохо стало, лучше уже не будет. Всё. Это полный бред. Плохо стало, будет лучше. Вот вы заболели, допустим, вы что думаете, всё, я теперь уже никогда не выздоровею. Так это бред. Почему не выздоровеете? Заболели, выздоровели. Так же в отношениях тоже плохо стало, станет лучше. Почему вот эта идея возникает, лучше уже не станет? Это бред, это незнание, отсутствие знаний. Долго, если плохо, значит лучше не станет. Всякие периоды бывают. Вот допустим, у вас вот девушка, раз, два, три, четыре, четвёртый ряд, тёмные волосы, вы, да, долго идёт период, связан с личной жизнью. Ну всё, уже не могу, уже всё, сколько можно. Так бывает. Но он уже кончается этот период, скоро будет лучше уже. Понимаете? Вот. Ну то есть надо это знать, что бывает тяжёлый период, долгий, а потом раз, лучше стало. Всё такое бывает. Надо это знать. Если вы не знаете, значит вы разочаровываете, сделаете ложные шаги в жизни. Рубите всё, а потом жалеете. Так мы с вами сегодня изучали, что есть энергия природы, её надо получать, для этого надо включить переключатель, который у нас выключен, мы атрофированы, у нас само это не включится, мы сами не захотим на улицу, не научимся там бегать, надо себя заставлять. Зачем заставлять, надо это глубоко понять. Чтобы это глубоко понять, об этом слушайте лекции, на эту тему. Дальше мы что узнали? Мы узнали, что есть энергия людей добрых, которая даёт силу социальную человеку, все виды социальной силы. Что социальная сила даётся человеку не от того, что он 10 дипломов получил, не от того, что он связи имеет хорошие, это даётся от служения людям, которые наполняют тебя особой силой, и из тебя исходит что-то такое, что привлекает людей. Вот ты заходишь устраиваться на работу, и вот ты привлекаешься того, кто тебя хочет устроить на работу. Понимаете? Или ты смотришь на мужчину, допустим, незамужняя девушка, и он хочет тебя взять замуж. Вот эта сила исходит от людей, которому люди служат. Вот если ты заботишься о людях, ты наполняешься этой силой. Есть разные виды служений. Например, женщина должна заботиться о людях, чтобы выйти замуж. Мужчина должен уважать старших и включаться в отношения с ними, терпеть их недостатки для того, чтобы повышаться по социальной лесенке вверх. Если он хочет устроиться на работу, он должен любить труд. Это тоже отношение к людям, пользу, приносить пользу. Полюбил труд, устроишься без проблем, куда хочешь. Вот если мужчина хочет, допустим, чтобы его уважали младшие, для этого ему нужно заботиться о них. заботиться означает не под себя грести, а под них. То есть все люди же хотят себе побольше, но ты им отдаешь, их развиваешь, а себе поменьше. Они тебя будут уважать за это. И сохранять, и ты будешь их развивать, и у тебя потом будет очень крутой коллектив. И так далее. То есть человек должен учиться быть сильным социально, означает бескорыстие, включаться в отношения. И третья сила, это та, которая вообще очень трудно понять. Вот допустим, бывают непреодолимые ситуации. Вот допустим, вот мужчина в клетчатой рубашке сидит. У вас была непреодолимая ситуация, она вас прямо покорежила. Вот. Вам нужно было просто молитву, понимаете? Все, больше ничего. Все, это побеждается только молитвой. Можно что хочешь, там вот просто вот, ну как бы, наизнанку извернуться. Эти все вещи побеждаются только памятью о Боге. Все. И этому надо учиться, потому что люди не знают, о чем речь вообще. Вот кто вчера мы повторяли, я желаю всем счастья, легкое сердце появилось, такое облегчение. Вот это есть. Вот видите, не у всех. Означает, не все включились. У нас 3-4 апреля будет ретрит, я желаю всем счастья, два дня. 3 апреля будет в 6 вечера по Москве, вам неудобно. А вот 4 апреля будет в 11 вечера по Москве, вам удобно, в субботу. 4 апреля это суббота. Один день достаточно, там два одинаковых дня, то есть одно и то же будет даваться. То есть вы просто онлайн включаетесь и повторяете с нами, я желаю всем счастья, все вместе. Учитесь. Это то же самое, как молитву повторять. Как работает эта система? Это с древних времен люди всегда делали, понимаете? Они всегда побеждали судьбу только молитвой. И это работает очень мощно. Вы даже не представляете, какие вещи происходят в жизни благодаря тому, что человек использует этот метод. Я не буду вам как бы рассказывать про свою жизнь, я уже много чего рассказывал, в лекциях послушать. Как там люди спасают, как бы у нас целая команда, можем вместе молиться, человек 50-60 по 2 часа. И там буквально человек должен умереть, и он не умирает. Там выигрываем суд, если нас пытаются засудить. Все что угодно, понимаете? Вот молитва побеждает судьбу и все. И дальше отступают все препятствия просто в жизни. Как настраиваться? Судьба человека действует через память. Вот что с вами происходит? Наступил тяжелый период жизни, вся память к нему приковывается. Человек не может оторваться. Вот мужчина напротив меня сидит. Светлые волосы, седые. Судьба приковала ваше сознание. Думайте постоянно, думайте, думайте. Думайте о проблеме. Вы, вы, да. Голову подняли, вот вы, да. Вот. Чем больше мы думаем о проблеме, что происходит дальше? Дальше теряются силы. Признаки сильной потери силы нарушается сон, нарушается здоровье. Лучше не будет. Человек теряет силу, будет только хуже. Человек слабеет, все на него еще больше наваливается. Что делать? Думать о проблеме. Не способ решать ее. Есть только один способ. Это найти способ привлечь память той силе, которая освобождает от проблемы. И такой силой является молитва. Литва. Редактор субтитров А.Семкин